Приветствую всех на канале Мехо, в этом видео я расскажу про Орден Хранителей и как вообще повышать ранг, как набирать очки в этом самом Ордене. Я на самом деле даже не хотел делать подобное видео, но это слишком уж просто, но на самом деле очень часто я вижу вопросы и в чате, и кто-то у меня спрашивает, а как это поднять и так далее, поэтому я решил сделать уже про PvP и PvE два видео отдельно, чтобы расставить точки над «ы». Давайте сначала откроем вкладку «Хранители», то есть окно персонажа и последнее право вкладки «Хранители». У нас есть две категории рейтинга, ну то есть единиц каких-то, да, это «Заслуги» и «Бронзовые гардеоны». Как видите, у меня все картинки сейчас есть, которые показаны вообще в этом окне, которые могут быть показаны, и вот отсутствие этих картинок как раз большинство и путают, то есть они сразу не заходят в этот хранитель, особенно новички, проходят какие-то подземелья, а потом заходят в хранители и смотрят. Так, нужно выполнить ежедельное задание, а там пусто, и второе ежедельное задание, и там тоже пусто, и ежедневное задание, и там тоже пусто, а что вообще делаешь, зачем это нужно? И вот каждый раз с утра начинают, или там когда пришли там с работы, прошли подземелье, и после этого заходят, смотрят, опять пусто, ну почему у меня рейтинг капает, за что вообще, вот, поэтому и возникают подобные вопросы. Давайте начнем с бронзовых гардеонов, это валюта, за которой вы покупаете различные предметы у торговцев ордена, то есть они прямо так и написаны, там торговец ордена, или там продавец припасов ордена, или там припасы ордена, легендарное оружие ордена и так далее, то есть можно купить всякие предметы, экипировку и другие товары. Как видите, есть определенный предел бронзовых гардеонов, которые вы можете тратить в неделю, поэтому планируйте эти самые затраты, то есть на что вы потратите на этой неделе, возможно, на что потратите на следующей, с повышением ранга хранителя у вас повышается этот самый предел. Получаете эти бронзовые гардеоны за прохождение подземелья, то есть орден это ПВЕ фракция, то есть как бы ПВЕ, можно сказать, отделение, и здесь вы получаете все, что касается ПВЕ, то есть вы, как бы, награду за ПВЕ какие-то достижения, в данном случае это прохождение подземелья. В конце каждого подземелья вы можете видеть, кроме там вы убили босса, еще будет высвечиваться плюс, допустим, 200 бронзовых гардеонов, да, или плюс там 1000 бронзовых гардеонов, и, соответственно, после определенного количества этих самых подземелья у вас добирается кап, то есть это как в ПВП нужно набирать слабо, так и здесь вам нужно набирать как раз эти бронзовые гардеоны. Перейдем к очкам заслуги, как их получить? Если вы откроете вкладку хранителя еще раз и посмотрите на правую сторону, то увидите, там есть, можно сказать, три отделения, да, первое это ежедневное, второе это еженедельное, и третье это снова еженедельное. Напротив каждого в понедельник с утра у вас будет стоять количество заслуг, которые вы получаете за прохождение того или иного инстанса, то есть убийство того или иного босса. Причем важно убивать не просто самого босса, а убивать его в определенных уровневых диапазонах, то есть видите, там есть 50-55, 55-59 и так далее. То есть именно вот этих боссов вам нужно убивать, чтобы засчиталось прохождение. В итоге, если мы будем убивать всех еженедельных боссов и всех ежедневных, то есть не просто пускай ни одного дня, то мы получим 1200 очков. Эти очки заслуг идут в общую копилку, вот видите, у меня красным выделено, то есть до следующего уровня мне необходимо 4000 очков заслуг. На данный момент мне 2080, то есть чтобы получить следующий ранг, мне придется набрать 1920 очков. Соответственно, в середине следующей недели я смогу получить этот самый ранг. Второе место, куда идут эти очки заслуг, это вот эта шкала, которая посередине находится, то есть награда недели. Как только вы достигаете определенного уровня, вы получаете награду соответствующую, то есть вы можете навести на каждое отделение, то есть 500, 800 и 1000, и вы посмотрите, что вы получаете, когда набираете необходимое количество заслуг на этой неделе. Соответственно, если мы хотим получить максимальную третью награду за 1000, нам необходимо 5 дней убивать ежедневного босса, а также выполнить еженедельные задания. И тогда мы получим максимальную награду, то есть у нас 2 дня есть в запасе. Что касается повышения ранга, в этом же окне мы можем видеть требования для повышения ранга ордена, то есть хранителей. Соответственно, нам нужно достичь определенного уровня, набрать определенное количество заслуг, также пройти определенное количество данжей на высшую оценку. В общем, если вы будете просто проходить подземелье, у вас это получится. Далее мы отправляемся к хранителю Тадзу, который в свою очередь отправляет нас на тренировочную площадку, экзаменационную, наверное, площадку, где наша задача будет выполнить определенное задание, да, конкретное для класса вашего. То есть, например, хилу, наверное, надо выхилить, ТД нужно надамажить, танку, например, нужно переагрить босса с танкой НПС, на самом деле довольно сложно, и я так и не смог это сделать на 4 ранге. Так как у меня оружия 37-го, видимо, не хватило, хотя я поставил все глифы, то есть прыжок на агро, это руку на агро, драконию хватку, в общем, все на агро, все, что можно поставил, в итоге все равно не получилось, и я прошел это испытание, убив босса, то есть я не смог переагрить, но я смог его убить за отведенное время. Совсем важный момент забыл сказать, что вот это испытание ежедневное называется битва с демонами в пути война. Также его еще называют экзо, но, наверное, это перешло с китайских серверов. Вот и все, что нужно знать про Орден Хранителей, если у вас какие-то были вопросы, ничего сложного нету, я разобрал уж совсем по полочкам, то есть я затянул это видео просто, чтобы максимально подробно прям вот тыкнуть вот сюда, иди, сюда, иди, чтобы это дело, чтобы больше вопросов не возникло. Надеюсь, это видео помогло, у кого еще были вопросы, или может быть, если вы новичок, вы сразу будете об этом знать. Ну и если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, в комментариях вы можете задавать вопросы, я частенько отвечаю. Смотрите описание под видео, и всем пока!